Всем привет! Очередная панель от Ford, которая требует профессионального вмешательства. Вот то, что мы сейчас видим на экране. Мало того, еще и потеряли чип из ключа. Открыли, а чипа то нет, машина не запускается после этого. Значит, будем делать чип с помощью программатора UPA и Tango Key Программер. Ну и естественно исправлять все ошибочки. Здесь хоть хорошо не кислотой, а канифолью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот если получились такие сопельки, снимаем легко все это с помощью оплёточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, косяки исправлены. Все у нас теперь нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запаяем здесь на разъем BDM ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выводы UPA USB И прочитаем процессор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, BKGD Минус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ресет и плюс. Достаем по USB-ю. Так, здесь у нас все припаяно. Подключать будем вот этот разъем. Версия 2.2.2. Выбираем деревовый устройство Motorola и 9S12. Процессор у нас H256. Вот он, H256. Итак, мы читаем EEPROM с этого процессора. Смотрим, что там мы прочитали. Все EEPROM есть. Сохраним его. Для последующей обработки в танго. Теперь EEPROM не нужна. Пока мы ее закрываем. Вот наш файл. Теперь мы открываем танго. Берем два чипа. Чипы такие вот. Так, пробуем сначала первый чип. Что у нас там? Нам нужен ID63. 4D. Так. Все правильно. ID63. Что нам говорит цифра 0.3. И мануфактур-код 0.1. Значит, этот чип хороший. К Фордам подойдет. Смотрим второй. То же самое. Мануфактур-код 0.1. Конфигурация 0.3. Значит, 4D ID63. Открываем Keymaker. Выбираем Ford. Вот здесь общий набор микросхем. Универсальный алгоритм для всех. Вот H256 наша есть. И открываем наш дам. Вот он нам показывает в системе два ключа. Но хотя один там потерянный ключ. Ну вот, давайте пропишем первым ключом. Чип мы поставили 4D. Так, сохраняем. Пишем 1K. Теперь открываем этот дам. Нажимаем 2. Вставляем другой чип. И записываем тоже как 4D. И уже пишем 2K. Теперь для проверки открываем файл 2K. И смотрим чип номер 2. Вставляем другой. Чип номер 1. Ок. То есть нам сейчас нужно в систему с помощью UPA залить файл у нас K2. процессор motorola 9s12 h256. Вот наш дам открыт. И теперь мы его записываем в систему. Все записано успешно. Собственно, о чем нам говорит наша UPA. Ну, в общем-то, панель у нас подготовлена. Все мы здесь почистили. И теперь будем собирать ее. Вот у нас 2 чипа. Значит, варианты сборки платы такой. Есть их два, эти варианта. Можно просто воткнуть. В штыречки попасть. Самое главное. Которые идут к дисплею. Бывает, что в них не попадает. Вот как раз бывает именно вот это. Нижний штыречек не попал. Вот он загнулся. Видите? Сейчас мы его распримим. И действовать будем другим способом. Берем дисплей. Чуть надавливаем туда в сторону. Поднимаем его. И вытаскиваем. Вот наш дисплей. Все ножки прямые. То же самое делаем со вторым. Приподнимаем и вытаскиваем. Вот, пожалуйста, второй дисплей. Теперь вставляем плату. Уже просто смело вставляем. Защелкиваем ее. И затем вставляем дисплей. То есть... Вот так ножки сюда. Вставляем сначала вниз. Потом натягиваем. И дисплей на месте. Все, ножки целые. Ничто там не загибается. Проверить можно вот. Посмотреть туда. Что все ножки на месте. Вот здесь. И в точности так же защелкиваем второй дисплей. То есть, вставляем сначала ножки. Затем вставляем вот так. И его туда. Раз. Немножко нажимаем. И теперь вставляем вниз. Все, дисплей готов. Ножки уже не загнутся и точно попадут. Собственно, вот что свидетельствует. По правильной установке. Все штыречки на месте. Так быстрее и проще делать. Теперь, соответственно, накладку ставим. Итак, щиток у нас собран. Нам нужно теперь поставить чип-ключ. Для этого немножко берем герметик Victor Reigns. Чтобы потом этот чип оттуда не улетел. И вставляем наш чип. Все, пожалуйста, чип на месте. Закрываем ключ. И отдаем два чипа и ключ с приборкой. Работа выполнена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...